Привет, я Никита Загдай, и это рубрика «Честная баскетбольная» в руках у меня баскетбольный мужской мяч. Это икоболы, им играют мужчины в виде на Лиге ВТБ, но сегодня речь пройдет про женский баскетбол. Ксения Левченко, защитник сборной России, обещаешь говорить правду и только правду? Честная баскетбольная. Мы знаем, что ты красивая и красиво играешь, но на твоих матчах редко бывают аншлаги? Да, согласна, редко бывают. Завидуешь мужчинам? У меня нет такой зависти, я все понимаю со стороны. Вот я прихожу на мужской баскетбол смотреть, и как они, говорю, двигаются, как у них все это происходит быстро, сверху, как они там мячи ставят. Ну это просто красиво смотреть. На женский баскетбол приходишь, и я думаю, если я со стороны зрителей была, когда они получаются в команде, они начинают руки опускать. Я думаю, может, если бы я была зрителем, я бы и второй раз не пришла бы на игры посмотреть. Какой тебе рост? 169. Да никто не поверит, баскетбол это для больших девочек, мальчиков. Так всегда говорят, что для больших. А потом начинают шутить, да ты, наверное, через ноги пролазишь и забиваешь. Я говорю, да, именно так. А было такое когда-нибудь? Не помню. Нужно попробовать. Но баскетбол играют для больших. Почему ты выбрала эту игру? Ну, с самого начала, если брать, то в городе, где я родилась, я ходила на все виды спорта, которые только там есть. Ну, есть более подходящие. А ты выбираешь там вид спорта, для которого ты вроде бы не подходишь. И играешь с командой. Я сама, можно сказать, так-то не выбирала его. И говорю, я пошла на все, которые, возможно, были. А потом с временем, у меня времени на все не хватало. Хорошо, баскетбол это не только игра для больших. Этот стереотип ты поборола, молодец. Прям аплодисменты. Но это еще и контактный вид спорта. Маленькая хрупкая девочка играет в баскетбол там, где нужно играть зубами, ногтями и локтями. Ну, у меня все есть. Ногти, зубы и локти. Пользуешься? Пользуюсь. Кого ты последний раз ударила? Ну, точно не вспомню, но я себе в обиду не даю. В этом нет никаких сомнений. Хорошо, что между нами дистанция. Скажи, пожалуйста, сезон у вас завершен прямо сейчас. Ну, буквально недели не прошло, когда вы сыграли свой последний матч. И отпуск начинается неожиданно рано. Уже знаешь, что будешь делать? У нас не начинается отпуск. Нам сказали, что три недели мы будем дома. Ну, на карантине получается. А после этого мы выходим тренироваться. Тренируемся с 12 апреля. И потом нас распускают, пока не сказали, насколько. И потом опять отдых. И опять с тренировком возвращаемся. Не такой большой промежуток отдыха будет у нас. Когда последний раз тебя спрашивали, а в каком классе ты учишься? Мне спрашивают, спрашивают, сколько мне лет. Недавно мне 17 лет дали. Вот прям месяц назад. А дети к тебе после матча подходят, потому что... А там, может, списать можно? Да нет, такого не делают. Ну, и знаете, что у меня всегда почему-то... Ну, вот в спорте девочки, ну, хотя ходят мимо, они всегда «здравствуйте» говорят. Никогда никто не говорит «привет». Ну, хотя они там младше, там, но 3 на 4 года. Все с уважением относятся. Ты играешь в сборной, конечно, с уважением. А ты из маленького города Тында. Какое там население? 38 тысяч сейчас. 38 тысяч человек. Сколько там баскетбольных секций? В школе где-то 2, наверное, из Дюшор. Ну, вот я в Дюшоре была. В сборной всего 12 человек. И шанс из Тынды попасть в сборную... Это вообще невозможно. Возможно. Это же круто, это прям сенсация, вау. Спартак, видно, тебя воспитал? Да. А с 12 лет? Я в 12 уже приехала жить сюда, а с 11 летать, играть начала. Как родители отпустили тебя на другой край света? У меня бабушка, получается, в Киеве еще жила на то время, как я в Спартак поехала. И они сказали, если тебе не понравится, мы тебя заберем по пути, когда будем ехать. Это сколько путь? Да, очень долго был. Сейчас еще поезда стали быстрее ходить. А раньше, там, 6 суток. Сейчас за 5 можно, я думаю, доехать. То есть путь к мечте. Неделя в поезде. Да. Нет, но я на самолете летала. Да, я ездила до Благовещенска, а с Благовещенска садилась на такси и ехала в аэропорт. И там меня за руку брали стюардессы и вели на мое место. Они сейчас готовы тебе, наверное, брать за руку? Да нет, сейчас не думаю. Чей ребенок, чей ребенок? Ты самый быстрый игрок в России? Ой, я не знаю, на самом деле. Ну, самый скромный точно. Возможно. Карина Незамова тоже очень быстрая. Но речь ведь про конкуренцию. Да. Доказывать место на площадке, все верно. Вы в сборной собираетесь, и кто самый сильный, тот на площадке. Сильные стороны игрока смотрят и тренер решает уже. То есть ты должна быть быстрее, чем Карина? Быстрее остальных? Быстрее, умнее, например, в каких-то действиях быть. Что ты делаешь лучше всех? Ну, мне нравится очень быстрый рейф организовывать. Я люблю быстрый баскетбол. Мне очень нравится на одном месте стоять и заказывать комбинации, и по 18 секунд крутить. Я люблю с первой передачи решать. Твой любимый баскетболист? Вообще, мне Бекки Тэмон очень нравилось. Ну, я когда в Спарту пришла, она там играла. У меня даже размер ноги, ну, если ее сей, то пятерочка, а у нее семерка была. И она дала свои кроссовки, я их завязывала, но я в них тренировалась, она мне очень нравилась. А это, подожди, пятерка, это сколько? Ну, 37-й размер у меня. 37-й? Да. Ну, как у Дима. Я даже про нее говорю, у меня мурашки по коже, потому что она вообще невероятная была. Бекки Хэмон. Когда играла, да. Крутая история, представляешь? Она американка. Мы приезжаем на Олимпийские игры в Лондон, идем по улице, и с кем-то из прохожих сговариваем, заблудились. И Бекки, как носитель языка, она же американка, и она заговаривает с прохожим, и вот этот прохожий говорит, а есть кто-нибудь среди вас, кто по-английски разговаривает? Она мне майку подписала один раз. Я уехала в сборную играть по детям 16 лет. Мы жили в Спасском, и они приезжали туда командой, а мы в это время уехали. И Анна Валерьевна мне говорит, у нас для тебя подарок есть. Я говорю, какой подарок? И она говорит, иди в комнату поднимись, я поднимаюсь. И у меня на подушке лежит майка, и она у меня расписалась. И до сих пор там майка есть. Бекки Хэммон крутая. Американка получила российский паспорт, играла за сборную, и, в общем-то, большая молодец. А сейчас она тренер в мужской команде Сан-Антониас Перс. Фантастика. Фантастика. Она первая женщина на тренерском мостике. Она даже была главным тренером на матче, когда Грек Попович за Немок. Да, она вообще невероятная. Представляете, голова какая у нее? Я хотел как раз об этом тебя спросить, но про Бекки Хэммон так и не вспомнил. Илона Корстен завершила карьеру и руководит мужским баскетболом. Светлана Абросимова растит детей. Завершила карьеру, шикарную карьеру и растит детей. Маша Степанова, суперзвезда мирового баскетбола, занимается бизнесом. Или Елена Баранова, которая тренирует детей. Чей путь тебе ближе? Когда завершится моя карьера, но это не будет в ближайшее будущее, то, конечно, мне хочется семью построить. Когда ты дебютировала в сборной и что-то испытывала? Оболнение. Руки дрожали? Нет. У меня как-то руки не дрожат, у меня как будто внутри щекотит меня пером. Как я вообще узнала, что я в сборную попаду первый раз с Мышкиным? Мы сидели кушали, и он говорит, вот первая официальная игра будет, а мы еще не знали, кто играть будет. И он говорит, я хочу тебя поздравить, ты будешь в этом матче участвовать. И он мне до игры сказал, и, наверное, из-за того, что я кушала, у меня это волнение, которое было, оно у меня прошло, конечно, не до конца, но прошло, потому что он заранее мне сказал, если бы он в раздевалке сказал при всех, что я буду участвовать, я думаю, что я бы вышла и по-другому совсем бы играла. Что у тебя было на обед в этот момент, когда ты узнал про дебют сборной? Я не помню, конечно же. Ну, такой важный момент, ты закончишь карьеру, будешь книгу писать, и не помнишь, что у тебя на обед было. Да не помню. Картошку я люблю, возможно, картошка была. Не самая спортивная еда. Да, не самая. Но я очень люблю покушать вообще разную еду. Люблю открывать для себя что-то новое. Сама люблю готовить. Плюсы? Мы разбрались, их очень много. Минусы? Минусы. Конечно, минусы, как у каждого человека есть. Например, что я никак не могу английский довести до того, чтобы начать нормально разговаривать на нем. Я все время начинаю, что-то происходит, какие-то игры, меня это сбивает, и я ухожу от этого. Университет тоже. Не так часто посещаю его, хотя я живу в Москве, могла бы почаще его посещать, чтобы меня хотя бы там видели. А баскетбольные минусы? Ну, я с плечо. То, что если у меня не получается что-то на площадке, я могу прийти к скамейке и некрасивый жест сделать. Например, взять бутылку. Кошмар. Ужас какой. Трэш-токинг в женском баскетболе. Что? Трэш-токинг. Ну, когда ты играешь в баскетбол, и не знаешь главное, что ты делаешь на площадке. Эй, каратышка, дай мяч. Нет такого? Да есть. Да малая меня иногда называют. Ну, так, чтобы задеть, чтобы вывести из равновесия, чтобы... А, нет, такого нет. Серьезно? Ты открываешь глаза мне на женский баскетбол. Ну, я не знаю, может, со мной такого не случалось, может, с кем-то случалось другим. Но если меня выводят на это, я как-то... Ну, ладно, типа... Где лучшая атмосфера и в контексте того, чтобы следующий вопрос задать? Ну, в клубе вы ведь чаще выигрываете. Сборная никак не может добиться никаких успехов, и последняя твоя игра в сборную совпала с жутким провалом. Мы без медалей. Ну да. И меня еще забили, когда я была на площадке. Кошмар. Мы этого не хотим на самом деле. Мы так стараемся, чтобы выиграть игры, чтобы пройти дальше. И такой результат никого не устраивает. Сборная вернется к медалям? Да, сто процентов. Когда? В ближайшее время, я уверена в этом. Давай это инкентризировать. Ну, сейчас, смотрите, у нас Олимпиаду мы пропускаем сто процентов уже. И есть у нас время подготовиться к чемпионату Европы к следующему лету. Я взял с тебя обещание, и потом за него нужно поддержать ответ. Готова? Да. Довольно? Да, вроде нормально. А это похоже на прессинг? Ну, не очень. На площадке сложнее? Ну, когда прессингую, да. Записано. Спасибо.